Сейчас пришли, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, кто не успел прийти, наверное, придет у всех работа, дела, семья, детские сады и тому подобное. Сегодня я пригласил на свой первый такой масштабный творческий вечер, который назвал «Гимн любви поют всегда». Для начала нашего вечера я предоставляю слово Владимиру Васильеву Мишану, члену Союза писателей России, моему товарищу, другу и соратнику. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Желаю всем здравствовать. Прежде всего, что хочу сказать. Средний вечер в действительности является для поэта Кирентьева Владимира Львовича Тавал первым таким масштабным вечером, потому что первые две книги, которые он выпустил, они не имели такой тенденции как-то вот так вот засветить. А вот эта вот третья книга, которая сегодня будет презентоваться, она в действительности отличается от других двух книг. Потому что, во-первых, книга, все стихи были переведены на чуварский язык, перевел эти стихи в классик современной чуварской литературы. Это Агивер Федор Георгиевич. В действительности он является председателем правления Союза писателей Чуварской Республики Хурундаш. Очень большую поддержку, собственно говоря, оказывал и Агивер при издании вот этой книги. Значит, он сегодня в зале присутствует. Очень радостно, что он сегодня вместе с нами. Действительно, о чем пишет поэт Теренин, Владимир Таулов. Действительно, три книги – это немалый труд. Туда вложено очень много информации поэтического характера. Очень много вот таких вот новшеств, которые, собственно говоря, подседлены только ему самому. Потому что, действительно, значит, он стихи пишет с раннего детства. У него пассаж очень большой, огромный. Поэтому очень, вот эти вот, все три книги настолько значимы, я думаю, не только для него самого, а и нашей литературе, Чуварской. Вот. Значит, конечно же, прежде всего, каждый поэт, каждый пиший человек, конечно же, какой-то стихи не рассказывает о себе. Рассказывает о своих диске, радует. У каждого человека есть какие-то сокровенные мысли, сокровенные чувства. И вот умение выразить в поэтической форме все эти мысли, высказать, вот именно так, как он больше не будет рассказывать, вот это и отличает, собственно говоря, одного поэта от другого. Я вот про Владимира Таулова как раз об этом и хочу сказать. Действительно, стихи очень интересные, стихи журчащие. Мне кажется, что он достиг того мастерства, на которого нужно было, нужно обратить внимание, собственно говоря, уже и вот нам, читающим, и, видимо, и тем, кто конкретно занимается литературой. Поэтому, говоря о его поэзии, о личностности, значит, конечно, он очень много пишет о женщине, воспевает вот именно женскую натуру, воспевает родную природу. Действительно, в нем настолько неиссякаемо журчит вот эта вот словесность, которая не дает, вернее, ему покоя. Потому что, действительно, однажды написав, однажды написав какое-нибудь стихотворение и заболев тем, что в действительности тебе Бог послал свыше, вот, и Смолин, Смолин, собственно говоря, Анатолий Семенович, к сожалению, его сегодня нет среди нас, рано ушел он из жизни. И, собственно говоря, значит, он и с Смолином очень близко общались мы вместе, вот, Смолин всегда говорил, если человек не заболел поэзией, значит, это непонятно. Поэтому вот эта вот постоянная тревога о слове, постоянное вот желание что-то интересное его сказать, что-то такое вот довести до людей, вот, это очень характеризует Владимира Тавала. Еще несколько слов хочу сказать, что вот Федор Георгиевич Агивер однажды мне сказал, поэт он тогда поэт, когда у него есть любовная лирика. Если нет любовной лирики, то, видимо, людям и неинтересно в какой-то степени их заглядывать, вот, те книги, которые пишут. А вот если есть любовная лирика, как раз она, те чувства, которые восполняют нас, прежде всего, вот именно от любви, вот, они являются как раз путеводной звездой во всей этой поэзии. Ну, я думаю, Владимир сам более интереснее расскажет. Вот я представляю его вам, пожалуйста, посмотрите. Родился, можно сказать, новый поэт, он является членом поэзии «Записателя России». Вот, поэтому все стихи у него, собственно, на уровне. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, товарищи, я вкратце расскажу о себе, чтобы у вас возникало меньше вопросов. Начну с автобиографии. Родился я в деревне Качалово, Аликовского района Чувашской республики. Как и большинство подростков выросли в одетной семье. Нас было пятеро детей. Мама Терентьева Мария Степановна работала всю жизнь учительницей начальных классов в Европонсильской средней школе. Отец, Лев Терентьевич, председатель народного контроля при районной партии. В школе начал учиться шести лет, так как дом меня оставлять было низком. Детство было спокойным и радужным. Все было хорошо. Было полное взаимопонимание между взрослыми и детьми. Никаких склок, тайных тревог. Так что за детство я был спокоен благодаря своей мудрой любви со стороны родителей, сестер и братьев. Теперь мне кажется, что детские годы прошли быстро и незаметно. Познавали мир, старались учиться хорошо, быть примером в школе, занимались кружка и общественной деятельностью. Всем это знакомо. Каждый раз, когда приезжал в деревню, старался хоть на минутку посетить родную школу, встретиться с учителями, нашими наставниками. А порой рождались такие стихи. И сколько лет вокруг знакомых, нас Новый год свел круг друзей. Бесед душевных и весомых под сводо свел к себе лицей. Вот наша встреча состоялась. На лицах наших гор восторг. Опять надежда появилась, желанный перейти порог. Своему отучили славно нам строить и учиться так, чтобы историю писать заглавно и дерзновенный сделать шаг. Прошли школьные годы. Кто-то поступил учиться, а некоторые стали трудиться на стройке из заводов республики. Так моя трудовая деятельность началась на строительстве завода промышленных трактовок в городе Чебоксар. В то время я работал в Чебоксарском монтажном управлении «Болго-нефть и монтаж». Конечно, здесь было мало романтики, к которому я постоянно стремился. Но на моем жизненном пути всегда встречались порядочные и добродушные люди. Всем я до сих пор очень благодарен. Как многим молодым людям мне пришлось отдать свой долг родине. Отслужил два года советской армии. Армию я считаю своим трамплином большой жизни. Хотя при этом времени немножко охред моральным духом и наметил свою жизненную креду, которому следует до сих пор. Здесь примечательные стихи, посвященные первому увольнению. Светло на душе у солдата, и служба не в тягости и впрок. Когда юбилейная дата приносит законный свой срок. Когда перед строем награду объявит ему командир. Раз-два увольнения сразу по ходу готовить свой мундир. И я испытал ту же радость. Как в волю хотелось мне петь. Когда упоемная сладость рождала надежду и впредь. Решил я и твердо намерен. Приказ командира закон. И в службе дальнейшей уверен. Горжусь за солдатский огонь. После армии начал работать инструктором ленинского райкома комсомола. Впоследствии перевелся на производство на объединение Чебоксарский завод промышленных тракторов. В качестве заместителя секретаря комитета комсомола. Когда избрали на освобожденную комсомольскую работу. Свою комсомольскую деятельность. Завершил должность заведующего организационным отделом городского комитета комсомола. К этому времени закончил учебу в Чувасском государственном педагогическом институте на филологическом факультете. И получил образование учителя русского языка и литературы. Два года проработал заместителем директора по воспитательной работе в средней школе номер 47 в городе Чебоксаро. Впоследствии ушел в свободное плавание в бизнесе. Если так можно говорить. Честно говоря, занимался извозом. Зарабатывал деньги где и как можно. Таксовал, перегонял подержанные автомобили из ближнего зарубежья. Ездил на заработки в Москву. В общем, прошел путь многих и многих в борьбе за выживание в этом суетном мире. Сегодня сама стабильность, работа, любимые занятия, хобби, дом, друзья, товарищи и, конечно же, семья. Больше стало времени заниматься творчеством и писать стихи. Но каждому человеку в жизни всегда хочется оставить на память для истории что-нибудь. Весь мир в твоих глазах озарена лучом зорниц. И песня вся в устах напоминает голос птиц. Зачем мне не любить? Ведь жизнь моя любита твоей. И не могу я жить без ласковых твоих очей. Бывает иногда, страдаешь от любви своей. Еще же никогда меня не станешь на ночи. Так проведу ночи возле тебя. И никогда глаза и сердце чьи не совершат на ним суда. Я верю, будет мир. Придет весна и на поля. Меж строк печатных книг автограф свой оставлю я. Вас, наверное, интересует, как я начал писать стихи. Кратко скажу. Хочу сказать, что желание писать стихи, наверное, у каждого молодого юноши или девушки возникает в свое время. Только вот кто-то просто развивал себя в этом направлении и продолжал писать и писать. А потом что-то и получалось. Первая проба пера была принята в далеком 1974 году. Конечно, это невозможно было выдать за стихи. Потому как они не выдержаны в стиле стихосложения. Потом все сложилось, само собой. Все началось до обидного вопроса. Сначала я пытался вести дневник. Записывал ежедневно, что со мной происходило. Потом, может, мне это надоело. Я через неделю начал записывать то же самое, что со мной происходило. Потом через месяц. Потом и дневники куда-то у меня потерялись. Но я любил природу и свою малую родину. Внимательно осматривал отношения между людьми. Не хотел все это выразить неординарно просто. От этого и получались строки, похожие на стихи. Зима блестает серебром, озарила все кругом. Нету больше тех полей, не поет уж соловей. Все кругом спят крепким сном, даже йогрой под окном. Над землей кружится снег, радуется человек. Ведь дыхание зимы каждый знает любимую. Все так просто сложено, зимою очень холодно. Кстати, за эти стихи учительница русского языка впервые поставила мне оценку 5. И это, наверное, было самой желанной для меня оценкой и поддержкой, чтобы я продолжил и в дальнейшем писать стихи. Их в то время я не мог выставить на суд читателей. Они были и до сих пор считаются моими дневниками. Перы серьезные круги пера. Это были те немногие попытки выражения своего душевного состояния, переживаний и впечатлений, еще не окрепшие молодой психики. Скажу прямо, что постоянно вникал в процесс возникновения стиха. Откуда и как? Простота и лаконичность, краткость и доступность, многое другое. Рост на книгах Пушкина, Лермонтова, Блок, Маяковской, Есени и других классиков поэзии. И постепенно постигал за стихосложение. Эти ямбы, хорей, дакли, амфибрахии, амфибрахии, анаписы не отпускали меня ни на одну минуту. Немножко стал подражать и выражать свое поэтическое начало. Люблю я нежный взгляд твоих очей, твою пьянящую улыбку. Люблю бывать в кругу твоих друзей, твоей повиноваться звуку. Вниманием твоим я дрожу и в сердце образ твой скрываю. Так часто в скупе я один дрожу, к себе тебя я призываю. И в миг свиданий часто я боюсь, тебя надо потерять из виду. А в сердце вам признаться я стужусь, в своей глуби тая обиду. Постоянные переживания, впечатлительность, неразделенная в то время любовь будораживала мою нехоребшую душу. Я стал выдержаннее, не выставлял на всеобщее обозрение свое волнение, потому как никто и не знал, что я на пути выражения своего лирического «я». Тем более таким образом. Никто не воспринимал это всерьез. Раз за разом я выставлял свои стихи, чеки, растищи за неизвестного автора. И это было до того приятно, что никто не мог меня за это упрекнуть. Немного было философии о смысле жизни, любви и об отношениях между людьми. Долгая человеческая жизнь — это всегда открытие и ожидание чего-то сказочного и неисполнимого. Я жизнь книгой открываю, все новое и прекрасное в ней. Ромашкой счастье обретаю, когда опять встречаюсь с ней. Из пелых ягод кор срываю и жадно не свожу очей. Любви открытие величало, оно начало всех начал. Вновь неустанно бьется сердце и окрыленно, вдохновленно. Как счастье ловишь, ловишь стук от дверцы и замираешь обновленно. А дело тут не встречи пьется, и не ромашки оголенные. Ведь жизнь книг не открываешь и от любви не скрываешь. Часто душевная разводность давала пищу мне для серьезных размышлений и дальнейшую попытку выражения своих мыслей. Казалось, что мои стихи никому не нужны. И что может высказать 17 лет молодой человек без жизненного опыта. Порой у меня опускались руки. А я в Тане продолжал писать. И все это оставалось на долгие годы в секрете даже от самых близких людей. Только бумага все терпела, терпеливо ждала своего часа. Самовыражение все диктовало, а внутренний голос мне постоянно говорил примерно так. Хотел бы вам прочесть стихи, хотя бы для потехи. А рифмы жуткие и плохие для этой малой вехи. И пустословия полно, и фальши много, черства. И до чего же словам дано немнимое портство. Вам посмеяться не грешно. Дозвольте вас избрать судьбой. Бесколебания решено. Стихов печать, печать долой. Я рос в любовь и родители. Хотел сказать на сливочном масле. И в понимании о светлом будущем. О том, что каждый человек рожден быть счастливым, любить и быть любимым. Приносить счастье родным и близким. А в конечном итоге быть достойным гражданином своей Родины. Найти свое место под солнцем. И честно провести свое имя поживнее. В этом я чувствовал постоянную поддержку близких по духам нелюдей. Совсем незнакомых. И это давало мне уверенность. И дали пытаться творить. И возможность высказать свое лирическое начало. А сколько чудных строк любви посвящено. Стихи и песни, проза. Не новые и не роза. Для них награда, рок. И если б раз вино, он выпил с горяча. Над ним нужна порога. Да глаз вернее друга, чтоб не срубился плеча. Пусть он живет. Не впрок, хоть если и врет. Не всем дано же жить. Счастливым быть, любить. И это чувство самовыражения меня никогда не покидало. Она до сих пор со мной. Не отпускает себе надолго. Держит постоянное напряжение. И это не болезненное состояние. А состояние эйфории над собой. Своими мыслями и поступками. Не зря сказано, что все тайны когда-нибудь станут явно. На рубеже 50-летия я выпустил первый свой сборник спиритических стихов. И мои дневники оврели вторую жизнь. Через годы они стали доступны читателю. А мне до сих пор они дороги в воспоминаниях. Каждый раз перечитываю. Я снова и снова прохожу тот путь неизвестности, Который так долго ждал, искал и нашел в жизни. Пишу я для себя. И нет, быть может, боли от ранней этой мысли для меня. Мои стихи не обсуждают. И мне не больно от того. Меня чтецы не насаждают. Никто не знает ничего. Как письма давние читаю. И мысли вновь свои питаю. Такое что-то написать. И кое-что потом листать. Близкой для меня теми стал им Бог девушке, женщине и матери. Считаю, что ее я полностью еще не выразил. Но попытки для этого были. Мама для каждого из нас становится самым близким человеком. Любовь нельзя выразить сиюминутно. Она раз за разом будоражит умы и мысли многих поколений людей. Для каждого человека она одна и единственная. Неповторимая и загадочная. Строгая и прощающая все ошибки. Много об этом написано и сказано. Ведь мама всегда остается мамой в любом возрасте. Мое выражение этого чувства в следующем четверостиши. Мама, нет в мире слова сваще, чем она. Мама, в ней скрыта ласка, нежность, доброта. Мама, она приходит к людям, как весна. Мама, она содержит радуги цвета. Я уже отмечал, что у нас в семье было полное взаимопонимание. Вся эта любовь была в строгих рамках и дозировалась своевременно. Не было осюси, оси и тому подобное. Все были привлечены к труду и сельскому быту. Это в конечном итоге и помогло моему самоутверждению в жизни. Найти правильные жизненные принципы и ориентиры. Родители с детства установили верные параметры того, что такое хорошо и что такое плохо. За это я во многом и благодарен своим родителям. Поэтому, опять же, обращаюсь к далеким тем теплым годам, когда еще были живы мои родители, и летом продолжение диалога с матерью. Мне мама часто говорила, мой младший, дочкой ведь ждала. Уж больно где-то сноровила, видать, надежды не дала. И легче было по хозяйству, на радость мне на склоне лет. Вот поясница на расстройство, все мучить долго хуже нет. Тебя я, мама, понимаю, прости обиды, не серчай. Слова любви из уст внимаю, все может к лучшему, венчай. Спасибо, жизнь мне подарила, за то, что по земле хожу, за то, что грудь его вскормила, часть сердца твоего ношу. Почему я выбрал именно ливийское начало, скажу просто. Это очень близкая тема для меня. Любовь ближнему всегда чиста, бескорыстна и преданна. Каждая той или иной степени проходит через светлые чувства любви. Без любви не было бы и жизни на земле, не было бы и трагедий, взлетов и падений. Не было бы и хороших стеклов. Даже признание в любви к любимой девушке и женщине легче передать через призму стих сложений. Об этом было уже очень много сказано. И в будущем для самовыражения есть большие возможности. Она приходит незаметно, крадучесть. И если затронет, то на всю оставшуюся жизнь. Так, любовь моя, ты торжествуй, храню тебя, как поцелуй, люблю твой зор, улыбку ту, могучих гор и высоту. Я предан тем, тебе и всем. Моя ты кровь, моя любовь. Свою мечту тебе дарю и посажу цветы в саду. Ты помни век, горд человек. Но вдруг любовь, победа слов. Любовь не должна приносить близкому человеку беду. С этим чувством жить легко. Когда понимаешь, что человека любишь, ты не можешь причинить ему боль и огорчение. Любовь окрыляет, будоражит мысли, не оставляет беде одного и всегда помогает вынести все напасти судьбы. И эти светлые чувства необъяснимы. Любовь – это просто любовь. Нельзя любить человека за что-то. Тогда, наверное, это уже не любовь, а полис. Любовь ее искушен. За что такая доля? Не созерцает боли, последствий я лишен. Не трать пустых речей. Не стоит мне нежаться. Нет смысла обижаться на прихоти друзей. Для них лишь компромисс. Себя считать желанной. В итоге серой тайны. Мечте на миг повис. У дел земных мерил, лишь мелкое коварство. Не вынесел лекарства, то чувствами сорил. Достоин будет преград. Не стоит искушаться. Кто смел, успел вмешаться. Достоинство – наград. Так же прекрасен Бог матери твоего ребенка. Она исключительно близка всем. Все мы хотим светлого будущего для детей. Прощаем им обиды, милые шалости и капризов. Для матери всегда превыше благополучия ребенка, его здоровья. И она будет его сопровождать всю оставшуюся жизнь. В любом возрасте. Для нее они всегда останутся детьми. Скажу просто. Я обниму тебя за плечи и что-то нежно прошепчу. На радость будут наши встречи. К тебе, любовь моя, лечу. И будь на то небесна воля. Рассудка вовсе не лишен. Мы назовем дочурку воля. На век смиренно я вплощен. Рождение детей – это тоже любовь. И невообразимое счастье. Счастье – быть отцом и матерью. Идти вместе по жизни. Дадим все возможности стать счастливее и удачнее, чем их родители. Потому как им уготовлена лучшая судьба. Нельзя не сказать. Ты говорила мне шутя. Твое дитя нашу под грех. Не смей обидеть нас любя. И так, родня, все верит слухом. А я теперь держу ответ. Любовь свою делю на части. Виной тому не пьяный бред. А разум нелишенной власти. Мы состоялись, как семья. Люблю вас больше всех на свете. Дочурка наша – ты и я. В предбудущем теперь в ответе. Я жду вас. Крепко обниму. Дом полон будет счастьем, светом. Ловлю на мысе быть всему. Для всех счастливейшим ответом. Наверное, всегда будет тайное рождение стиха. Она приходит ниоткуда. Она вливается в одночасье. Пишет целико и быстро. Без запинки. Приходится ее иногда править. Подбирать ритму. Поистине передать одну единственную параллель по отношению к любви. Но это не любовь. Это нас посещает муза. Ее не любить невозможно. О муза, верная подруга, сошла ко мне по кровь небес. Милее лучшего ты друга, сто крат таинственней чудес. Тобою восхищаюсь снова, рихмуя слов за словом слова. Разлухой часто мне грозила, страфы нарушить ровный строй. А наготой как раз сразила рассветной ранней порой. Тебе я верить не устану, слезой своей умою рано. Всегда зовешь на подвиг вечный, на радость мимолетных встреч. Раскрыть поможет тайну млечный путь сокровенных нежных плеч. Ты созерцаешь красный полок, до глубины души он дорог. О муза, добрая подруга, как снова первый раз воскрес. Не будь спасательного круга, нести по жизни тайный крест. Тебе я чествую, я ревную, по жизни славную, родную. Хочу сказать, что без любви не рождаются истинные чувства. Это дано всем, но каждый ее принимает по-своему. Тот-то бескорыстный и всецелый самодача на всю оставшуюся жизнь. И не надо с любовью шутить, она дана свыше, как благодать. Очень сложно понять суть любви. Любить и быть любимым. Обращаясь к другу и товарищу, сказал бы, поверь, мой друг, всю жизнь необратима. На что способна женщина любя? Всецело страстью и умопротима, так будет, чувствуя увереннее себя. Тебя понять, влюбленным быть не нужно. Вина не перелей ты через край. Рай, скажу тебе, без листий, это важно, что в шалаше двоим быть может рай. Поймешь меня, не ведая упора, когда луч солнца ослепит глаза. И глупо выглядит любая ссора, не омрачит сошедшая слеза. Обняв тебя, я крепко поцелую, любви и признание нежно прошепчу. Как прежде Лару вспомню удалую и окрыленный радостно взлечу. Любовь это, наверное, подарок судьбы, ее нельзя отвергать. Если она в тебе, то ты счастливейший человек на земле. Тебе не страшны никакие преграды, все скорится и ладится. Себя чувствуешь окрыленным и необиженным судьбой. Жди удачу, и подарком судьбы ты не будешь отделен. Ты подарила мне веру, светлую нашу мечту. Все происходит в таком меру, я не иду, а лечу. Ты подарила мне ночку, страстную ночь для души. Рад твоему я платочку, радости слезы суши. Ты подарила мне звезды, те, что никак не достать. Нас миновали невзгоды, я изучу твою стать. Ты подарила мне в руку, в тайне от всех и всего. Грусть вдруг развела, скуку напрочь прогнал я легко. Ты подарила мне вечер, чудный и нежный такой. Очень был рад новой встрече, так вот, но встретил покой. Ты подарила мне сердце, тайну не спрячешь теперь. Ключ подбирать трудно к дверце, если закрылась, поверь. Ты подарила мне совесть, честен я буду всегда. Пусть для тебя это новость, и этим ты чувством горда. Ты подарила мне жизнь, что не прожить одному. Богом храним, необижен, радостно мне самому. Ты подарила мне сказку, тысячи первой ночи. За несказанную ласку, так мои раны лечи. Ты подарила мне силу, легче, чтоб было идти. Сердцу твой образ мне милу, с этой тропой не сойти. Ты подарила мне чары, верной, любимой четы. Уж не могу я без лары, сердцем хранимы черты. Ты подарила мне губу, страстно верну поцелуй. Будут крепимые зубы, ты мне улыбку даруй. Ты подарила мне счастье, видеть тебя каждый день. Сгинет навеки ненастье, обречена будет лень. Ты подарила мне слезы, трепет желанной груди. Смылись душевные грезы, дай помечтать, не буди. Ты подарила мне дружбу, верность нельзя обмануть. Нас обрекают на службу, сладкого объятия уснуть. Ты подарила мне встречу, той неизвестной любви. Третья тебе не перечу, край неизвестный зови. Сегодня я уношу на суд, на ваш суд. Сборник, свой третий сборник стихов не отрекаются любя. Уже Владимир Васильев Мишанов говорил, что он двуязычен, переведен на чувашский язык. Я предоставляю с удовольствием слово Федору Георгиевичу Агиверу. Юра Владимировича, инвалид того, когда ничего не стерлили регенции. Я вот сидел и вспомнил, в голодном, холодном Петербурге, когда-то, Александр Блок пришел в какой-то университет на вечер поэзии. И в зале оказался один единственный слушатель. Все ушли. И он, если память не извиняй, один час не читал ему стихи свои. Это время, кажется, такое же сейчас на литературу смотрят и не смотрят, наверное, не с интересом. Вот мне кажется, вот сколько давили религию, она воспрянула нас в России. И вот так кажется, что со временем она литература должна взять вверх. Потому что человека это желание высказаться именно красоту своей души, ему он не забудет никогда. Я с Володей познакомился, через Володя, вот Мишана познакомился, Ксенбек. А по сути дела из Через Анатолия Смолина. Он мне звонит, ты, говорит, быстро переводишь, переводи, как говорит, его стихи. И вот я начал переводить. И он, я говорю, 11 стихов, которые я не только перевел, перевел. Я, будучи журналистом, я на радио работал, на телевидении работал. Потому что я быстро научился работать. Не как обычные творческие люди сидели, там долго думают, переписывают, нет. И сразу же пошел. Продолжение следует... конечно, да, в России писательный союз несления, в первую очередь в России писательный союз был в России писательный союз нескольких, но в---- делении было ж docs такие в России причины писательный союз нескольких, а в тôle�로 людей лейли её союз AMD, каких-то похожих в Россию писательный союз идти сом 5 которых летène predicел massively, но сейчас об этом рассказывает мазадерские службы как-то это МСФ, Интересно, что мы находимся в архитектном мире, чем это не касается нашей страны, но stare получивающими по средствами китайцев. Но мы не можем говорить о том, что язык живет в развитии страны, чтобы они были в выходе от этого перца, и у меня сегодня уже не приходится. Когда принимали володя Терентьева союз, уже видно, что человек добрый бывший. Твой человек всегда обиден, у него на листе написано, не надо с ним внести, это узавание и так далее, и так далее. Притом он еще работал в Каунсоволе, вот с Олегом вместе, видимо, работал. Почему мне легко было переводить его стихи на чувашский язык? Потому что мой литературный опыт, мой первый опыт был поэтический, моя первая книга у меня поэзии стихи. Сейчас, наверное, не помню. Вот тогда, сейчас онтологию готовлю, она выпущена, я посмотрел и из этой онтологии дал. Оказывается, за 50 лет ни одна строка не продешевела, потому что я о любви писал. Потому что было время такое. И вот сейчас они тоже полились у меня стихи, у меня 6 стихов не издано, более 1000 стихов. Вот так получилось. Ну и издавать надо. А потом посвятил одной девушке ровно 100 стихов от времени. Ее роду 9 ела вот. Пока денег не было, не издано. Но в конце, собственно, стихов от времени, я тогда ехал в Москву, на вокзале сидел, думаю, не надо же заканчивать Киев в таком туре, хорошем туре. И я вспомнил, что 21 октября у меня умерла жена. Уже 6-й год без этого любимого человека жила. А потом, я сказал, езированным паритетом, точнее, это мастер езированным. Все, век, кереги, пользуясь. А он, что ломается, разведетесь. Вот так получилось. Ну то есть как певица, обучается, то есть, что демонстрирует. Тогда сначала обучается. А? Так что вот, я сейчас говорю. Рассказываю. У нас это, которое я делаю, поэтиматором, был. Я не поэт. Достоин или нет, не мне судить, не мне и это славе воскрешаться, что мне она, ведь славе грошкина, нам просто честью надо заражить, любить, со славой мир обращаться, а со стихами дрянья нечего царить и нечего пустую воспалять. Он говорит, что переводить надо, если 60% перевел на другую, то это хорошая сеть, а я стараюсь ближе к оригиналу на 90% перевести. Говорят, и Толя говорит, откуда ты так умеешь, если честно подойти, я говорю, можно сделать это. Говорят, и Толя говорит, что это не так умеешь, но это не так умеешь, но это не так умеешь. Говорят, и Толя говорит, что это не так умеешь, но это не так умеешь, но это не так умеешь, но это не так умеешь. Говорят, и Толя говорит, что это не так умеешь, но это не так умеешь, но это не так умеешь, но это не так умеешь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Любовь, придай мне сил так, чтоб не свет стал мил, тебя в уме видеть, поснишься с низкой небес, ты свет моего себе, ты на свет ночей, но уж нельзя нам сверить, нам надо твердо верить. Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Мама Торзок Дима 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 Торзок и невзгоды. Когда в тебе равновесие и благие чувства, то все ладится, и это привносит стабильность в человеческие отношения. Так ведь встретил я тебя радостью полна душа. Сердце тешится, любя, и с порога не ушла. Чудо ждал, развеял груз. Спорить с чувством не берусь. Склеить невзгляда, но и пусть я и Богу не молюсь. Ты поставь вина бокал. Дальше опьяненных чар. Обвенчает нас коралл и вернет нам Божий дар. Только я тебе скажу, неудачи все прощу. Большую ночью я не брожу и удачи не ищу. Этот сборник издал тиражом две тысячи экземпляров. Он разошелся по городам, весе моей любимой Родины России, приглашая к новому диалогу и дальнейшему общению считать его. Поистине это трогательно и чувства переполняются, когда ты держишь в руках сигнальный экземпляр своей книжкой, которая еще пахнет свежей типографской краской. Второй сборник юридических стихов дополнил избранными стихами разных лет. Ее издать уже было легче, так как все уже передряги, подводные камни были знакомы. Выбор тиража, оформление обложки, редактирование и, главное, финансирование. Сборник назвал «Мечтами жизни полна моя». Тиражом три тысячи экземпляров. «Мечтами жизни полна моя». «А в жизни сто дорог, как часто славлю я тебя, зову я одинок. Жалеть не надо, никогда я не прощу себе, хоть раз обиды нанеся, клянусь вовек тебе. Прости меня, ненавистил, я каюсь и молю, чтоб ты поверила, любил, как прежде вас люблю». Сихотворение этого цикла, опять же, об отношениях между женщиной и мужчиной, о вечном и прекрасном, о мгновении исполнения желаний и страстей, а также о трепетной и безоговорочной любви на всю оставшуюся жизнь. И снова, «Люблю, какое это слово, не чувств крылатых ей границ, она полет, и что за право, она людских сердец страниц, ей нет конца и нет начала, она любовь, сама собой, она не раз сердца венчала и стала каждому судьбой. Любите ж племя молодое, вам ветер первые права, любовь ведь это дорогое, что есть на свете, чем слова. Что можно объединять женщину и мужчину, одно целое и неразделенное, когда есть общие цели и мечты, желание и стремление к лучшей доле, благосостоянию, рождение детей, введение здорового образа жизни, когда сиюминутная неудача и ошибки воспринимается вдоль иронии и милой шутки, все можно понять и простить. А ты ведь слова не сдержала, был вечер наш, зря убежал, я умолял хоть на часок, шагнуть навстречу за порог, на пять минут вернем свидание, оплатим долг все ожидание, вся страсть, как власть тебя, но усилили с тобой одной чертой, там поцелуй за поцелуем, поток невинных не минуем, и прелесть вспоминать потом, все прошлое, любви, глупого. Федор Горгиевичу, видимо, тоже эти стихи понравились, я уже повторился, извините. В часто таких отношениях возникают многочисленные вопросы, что делать, как быть, что сказать, как поступить, что будет. И вечно из вопросов, быть или не быть, всегда можно сообщенно ходить на все ответы и целеустремленно смотреть в будущее. Как не быть? С чего начать? Просто я не знаю. На душе моей печать, как давно страдаю. Может, не признаться? Нет, надо мной смеется свет, как терпеть обиды сей на земле российской всей. Нет, не видел никого, чтоб дошел он до того, от любви своей страдать и стихи о ней писать. Я признался вам в любви, удели внимание, просто ты меня зови. Вот мое желание. Желание быть счастливым и удачным, быть востребованным и желанным, быть любимым и любящим во все времена привлекало молодых людей. Нет ничего зазорного в том, что признание в любви несет в себе и некоторую часть человеческой ответственности перед партнером, ведь, приручая близкого человека, в полной мере несешь до него ответственность. Зову мечту к себе, покоя я не знаю, ищу тебя, страдаю, нет сил раскрыть тебе. Признание светлый час, настать должно пред нами, любви не все словами, раскрыть свет сам сейчас. Фортуна мне желает, да будет ли удачей, не все решает сдачей, меня не отвергай, прощай, прошу тебя, и больше мне не надо. Признание, вот награда, безумно вас любят. Друзья, а теперь я хочу предоставить слово моему другу, поэту и композитору, Николаю Михайлову. Он что-то хочет сказать тоже. Мы говорили, знаю хорошо, в принципе, он из того района, где у меня отец родился. Вот он как-то, мы смотрели сборники, принес, мы так почитали, песню очень красивые, так хорошие слова, дал его своим друзьям, давай посмотри, их почитать, понравилось. Вот на одну из этих песен вот мы как-то сделали песни. Но у нас в проекте еще есть три песни, потому что он в таком хорошем исполнении, для вас сейчас Илья споет одну песню, послушайте. Люблю я нежный взгляд твоих очей, Твою пьянящую улыбку. Люблю бывать в кругу твоих друзей, Твоей повиноваться звуку. Люблю бывать в кругу твоих друзей, Твоей повиноваться звуку. Внимание твоим я дорожу, И в сердце образ твой скрываю, Как часто в скуке я один брожу, К себе тебя я призываю. Как часто в скуке я один брожу, К себе тебя я призываю. И в миг свидания часто я боюсь, Тебя вновь потерять из виду. А в сердце вам признаться я Стыжусь своей любви, Да я обиду. А в сердце вам признаться я Стыжусь своей любви, Да я обиду. Дорогие друзья, продолжим. Еще немного осталось, если не утомил вас. Немного хочу поделиться своими дальнейшими планами. За это время произошли некоторые изменения. В прошлом году исполнилась моя мечта, Сорокалетняя мечта. Я в составе туристической группы посетил город Париж. Очень много впечатлений осталось от этой поездки. Написал небольшой рассказ, Я заглавил его три дня в Париже. В этом рассказе приятное воспоминание далеких лет, Когда еще ездил челноком в Польшу, Который объездил вдоль и поперек. Хорошие впечатления остались от посещения городов Берлина и Праги. Вот на этой волне хотелось поделиться с читателем об этой туристической поездке. И, может, кому-то захочется поехать по этому маршруту И познакомиться с достопримечательностями этих городов. Также почти готов к выпуску новой сборной клирических стихов. Я его планирую в выпуске к концу следующего года. Не буду раскрывать секрет, Но она будет состоять из двух частей. Первой сборной стихов, второй автобиографической рассказы. В течение этого года издался двух московских альманахов. Лирика и поэт года. Стал номинантом премии «Поэт года». К вашему вниманию прочту несколько стихотворений из этих альманахов. Встреча. Как часто вижу пред глазами тот миг протянутой руки. Судьбу творим порой мы сами, не ведая каприз реки. Не знаешь, грустно, что изменит, что принесет нам этот час. Души порыв и смятение сменит. Тот взгляд открытых нежных глаз. И в мыслях, и в делах я предан. Ничто нас предь не разлучит. Здоровью часто призрак вреден, Когда кто память, веру чтит. С тобой я всегда на равных. Не знаю, как и что творю. Не грех признаться в чувствах славных, Когда тебя боготворю. К нашему творческому вечеру как раз подходят следующие стихи, Которые полностью раскрывают эмоциональное состояние улюбленного человека, Его внутренний мир и душевное состояние. Гимн любви. «Не б видеть каждый день тебя, Чтоб жизнь мимо не прошла. Безволно, трепетно любя, Надежда в звездочках зашла. Готов я жертвовать собой и дать любви желанный кров. Нельзя иначе, ведь любой достоин лучших из миров. Всецело предан я одной, В надежде мысленно молюсь, Ковчег построил славный мой, Для торжества любви клянусь. Пусть будет счастье, кто из нас, Любовь по жизни пронесет. Дай Бог наступит этот час, И каждый флаг свой вознесет. Я гимн любви пою всегда. Твое признание учесть, Скажу торжественное «да». Была всегда блаженна честь. Эти стихотворения буквально написаны недавно, Поэтому, наверное, они отличаются немного от ранних стихов. Каждый человек внутренне чувствует, Что рядом с ним всегда есть родственная душа, Которую надо распознать, узнать и встретить. Когда это происходит, То ты становишься счастливейшим человеком. Приятно осознавать, Что рядом всегда есть люди, Которые смогут тебя понять и поддержать. Почему же ты живешь на соседней улице? Надежда свет в твоем окне, Как странно греет душу мне. Решетка деревянных рам на сердце оставляет шрам. Ведь знаю я, что ты не спишь, И в ночь безумную глядишь. Вернуть-то прошлое теперь нельзя навеки, Мне поверь. Но знай, веря, что рядом ты Не сожжены любви мосты, И каждый раз, касаясь рук, Ты ловишь взгляд своих подруг. Нет права иноком судить За пальцы нас вокруг водя. Ты стояла в белом, Ты стояла в белом, как невеста, Мимо прилетали лихачи, И не мог найти себе я место Долгой пожирающей ночи. Ты садилась в первую маршрутку И умчалась в сумрачную дарь. Я поддался своему рассудку, Мною овладела вновь печаль. Ты не ведала, что я волнуюсь, Снова набираю номер твой, И, коря себя, опять любуюсь, Нежно охраняя наш покой. Ты суди меня не так сурово, Мы срослись с тобой до поры. Для меня важнее твое слово Призрачное сохранить миры. Ты опять стояла так же в белом, Не сошлись у нас с тобой мосты. Раз судьбе угодно будет уделом, Брось по жизни нам нести. Будет лишний правдой уговор, Для нас надежда верный приговор, Достойно верой перейти порог, Чтобы была, как прежде, благодать По жизни нашей правдой созидать. Покорно радость сердце созерцай, Поверь, для нас не будет преть преград, Достойно всем чертям воздать наград, И не стыдясь, полночный порицай, Кто нас невинным на свет создал, Как милость время любя воздал. Гармония в отношении всегда запка иронила, Храни любовь, дорожи ей, Будь гордой и честной к себе и ближнему. Слова просты для искренних признаний, Слова просты для искренних признаний, И нет нужды пример особых знаний. Глаза блестят, и губы шепчут нежно, Веду себя всегда с тобой прилежно, Не удивить тебя порою реальность, Диктует нам условий странных малость, Ты обрети природу дар на милость, Чтобы другим в обеке и не снилось. Даруй любовь и нежность близким людям, Пусть будет стыдно инокам и судьям, Бери всегда отчетливо свободой, Не утешись и оставайся гордой. Дорогие друзья, я очень благодарен Сегодня всем тем, кто нашел Минуточку времени, чтобы побывать В моем творческом вечере и немножко поддержать. Даже не немножко, а очень даже поддержать. Особенно благодарен Национальной библиотеке Соловей Верной Галине Павловне, Она заведующая этого отдела Чувашского языка. И благодарность хочу всем присутствующим Подарить свой сборник стихов. Можете подойти с дарственной надписью, пожалуйста. Спасибо вам всем. Вот у меня друг товарищ Алексей Парамонов Еще слово хочет сказать. Вот он автобиографию рассказал маленькие, Получается, как бы, знаете, прямой путь, Красивый путь по асфальтной дороге. А родился он в прекрасной семье. Семье педагогов. Интеллигентной семье. Он мог сразу пойти учиться в институт, Но он выбрал другой путь. Понимаете? Мог избежать армии. Пошел сам армию. То есть прошел. И рабочий класс прошел. И армейскую службу прошел. То есть, так сказать, наверное, Собирал вот эти таланты свои, Так сказать, понимаете, по крупицам. Я очень рад, что вот нашелся у нас в Алькар-Карайоне, Соседнем, в лице моего друга, Такой самородок. Мы поэтами все быть не можем. Мы читателями быть обязаны. Мы будем читать и благодарить его за это. И благословлять его на дальнейшие нелегкие труды. Спасибо вам. Спасибо вам. Помогите. Я очень рад, что тебе было. Спасибо, Алексей, за добрые слова. Конечно, очень сильно было сказано. Но это, я думаю, что в будущем, чтобы оправдать надежды тех близких, Мне людей, чтобы не только мое мироощущение, Мое, хочу сказать, чтобы мое мироощущение, как я понимаю, Жизнь, любовь, отношения между людьми, особенно между женщиной и мужчиной, Если они чуточку вас затронут, то я буду очень признателен. Пожалуйста, подойдите. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok